Валерий Михайлович Лобов Валерий Михайлович Лобов Валерий Михайлович Лобов А Христы, как таковые, приходят в каждый народ свои То есть на своем языке говорят И судьба их описана точно по ритмам Ведь все стихи пронумерованы И отстоят друг от друга на две недели И вот когда он умер, я поставил дату Смерти Пушкина Потом отчитал стихи к рождению А там буквально накануне его рождения написано, что Глаз вопиющего, приготовьте путь Господу То есть пророку Это же не просто так вот это все Притом человек, который знал Библию от и до Он даже где-то в стихах написал Я слишком с Библией знаком А вот когда он Руслана Людмила писал Он написал такие строчки, что Державин приткнулся апокалипсис приложить Вот для чего он написал? Да потому что я потом определил, что Руслана Людмила это кусочек апокалипсиса И он имеет кольцевое строение Которое ни один поэт, ни один ученый Никогда не применял Притом в трех измерениях Это вообще немыслимо Сейчас я не буду объяснять Это сложно будет так объяснять Так вот, когда я принялся тогда Смотрю, что похоже это на апокалипсис То есть на откровение Анны Богослова Я построил там точно такую же кольцевую матрицу В трех измерениях То есть он не просто сказал, что Державин приткнулся А он-то не приткнулся, он ее разобрал полностью Он увидел нашу беду, которая в перестройку придет Для него все было ясно уже Валерий Михайлович, мне кажется, мы чуть-чуть вперед забегаем Для начала нужно рассказать о том, что же такая за рукопись интересная И кому она, с какой целью была передана Более подробно с этого начать Потому что вот отсюда-то неизвестность Пушкина и начинается Да Ну тогда все-таки я начну буквально с древнейших времен Чтобы показать, что он родился не случайно Вот это самое главное понять Вот к 200-летию Пушкина вышла книга Черкашина Тысячелетнее древо Пушкина Там описывается его от Рюрика В роду у него от Рюрика было 13 цветых по прямой только линии И 30 цветых по женской линии То есть это уже не просто так Тем более у него в роду хранилась ладанка с ризой господней А это только в царских родах водилось Значит из какого-то древа В смысле от какой-то ветви вот Рюрика Появился такой царь, который вот Ну от царей там был и Иван Грозный был И Александр Невский Это все люди, которые могли иметь Так сказать, эту ризу господню Вот, но опять-таки В то время могла быть риза Либо индийская, либо арабская Либо европейская То есть русского еще пророка не было Потому что сам Пушкин выполняет эту роль Вот А в то время как раз вот насчитали вот этих святых И казалось бы все уже готово Казалось бы, ну вот тысячи лет и достаточно И вдруг в 2009 году появляется Летопись славяно-росов От сотворения мира до Рюрика То есть буквально вот точно как там было До Рюрика Вот это да Значит, начал смотреть Оказывается От Адама У которого был сын Сиф Написавший в то время Еще 7 тысяч лет тому назад До него 29 книг О дольних и горних делах И пророческих То есть все, что писал Пушкин нам Прозу, поэзию и пророческие вещи Он повторил его Так самое, что удивительное Вот существует такой Круг 628 лет Это круг ведущего народа мира То есть по 314 лет Общественный строй 314 лет частный При общественном строе Идет научное мировоззрение А потом приходит частное И там уже религия пошла Религиозное мировоззрение Так вот всегда любой народ Начинает развиваться Подниматься При общественном строе При научном мировоззрении При религиозном он наоборот падает И разлагается И в конечном счете Уступает место другому народу Который Потом тоже так же приходит С общественным строем То есть главное Все-таки знание И вот Пушкин Еще в 13 лет В 12-м году Ему было 13 лет В лицейском парке Встретил старика Волхва Похоже так Вот как в Библии написано Что волхвы приехали туда Где должен был родиться Христос И Он-то рождается Родился ребенок Обычный А пророком-то становится Когда знания получают Так вот он в 13 лет Стал пророком Потому что ему Волхв этот передал Софьяную тетрадь И эту тетрадь Мне показал Рыбкин Хранитель научной рукописи Это вообще Что-то Какое-то чудо Толстая такая Как бы книга С пряжками Вот И там и рисунки есть И надписи на старославянском Это Я просто тогда Обомлел Когда это увидел А потом я Это он мне рассказал Он не сказал Что это там Софьянова тетрадь А потом я уже Когда прочел У Пушкина Написано Я спрятал потаенно Софьяную тетрадь Свиток драгоценный Веками сбереженный От члена русских сил Я даром получил Ты кажется в сомнении Нетрудно отгадать Так это сочинение Призревшее печать Оно рукописное И эти волхвы Похоже пришли С Европы Когда началось Гонение на ведьм То есть Когда религия пришла И вот те люди Которые были ученые Их стали прогонять Потому что они мешали Грабить народ И попам И частникам Этим всем Господам Вот И Он начал это изучать Так вот прошло Ровно 64 недели От этого дня А получил он ее В благовещении 25 марта По старому стилю То есть он благую Весть получил А ровно через 64 недели Он написал Стихотворение Признания В любви Якобы к девочке Все считали Там была артистка Наталья На самом деле Во первых Наталья Это Талья Когда в карты Играли там Это круг был Круг одного Игры Вот А она Это наука Как бы Талья Хотя я знаю Талья Это Богиня Но неважно Это Тут игра Слов просто Можно это И опустить Так вот Он написал В этом стихотворении Три имени Наталья Анна А это имя Зеркальное А Н Зеркально Отображается Н А Это Один из принципов Как раз Этой науки Вот И В самом начале Мария Ну он ее так Обозвал Марго Вот Тоже Дева Мария Которая ему Передала знания То есть Все Он Беспорочное Зачатие Произошло То есть Когда он Признался В любви Марго Да То есть Он Благодарен Что Наука Его Сделала Пророком Вот И вот Это я Не буду Сейчас Читать Та стихотворение Оно Длинное И Просто Кратко Понятно Уже Да Вот Он В тринадцатом Году Это написал И тут же Буквально Через Несколько Дней Пишет Бороли Бороли Народ Чтобы Он Хорошо Жил А К Концу Соблазнились У них Потом Пошли Желания Иметь Свои дачи Машины Самолеты Короче Все Им Хотелось Им Развратились Они Вот И Монах Тоже Его Он Соблазнился Вернее Как сказать Перед ним Появилась Появилась Юбка И он Соблазнял Ну как Монах И вдруг Юбка Перед ним Женская Вот И он Потом Догадался Взял И Облил Водой И Перед ним Черт Стоит Он Говорит Ага Ну Полезай Туда Мешок Он Говорит Подожди Я тебе Это Сейчас Отвезу В Иерусалим Как В Иерусалим А это Святое Место Как же Не Полететь Туда Ну Хорошо И Тот На него Садится А Пушкин Говорит Ты Смотри На Кого Садишься То То Показывает Что Вот Этот Соблазн Коммунистов Был Самым Отвратительным Делом На Которое Они Пошли То Это Как Раз И Лишило Их В Конечном Счете Той Ведущей Роли Которую Имели 78 Лет Тем более В конце Это 91 Год Перед 98 Год Развал Советского Союза Перестройка Вот Это И Есть Как раз Он Предсказал Первое Пророчество Написал В 13 Году То есть 14 Лет Он Было И Все Стихи Которые Он До Этого Писал Он Их Все Жег Единствено Там Осталась Тетрадка Совместная Мому И Я Посмотрел Этих Там Много Стихов Трудно Было Как бы Определить Где Пушкина Где Не Пушкина Но Когда Знаешь Кольцевую Науку То У него Все Стихи Написаны По Кольцу И Все Что Не Его Я Сразу Отмел А Те Которые Были Они Не Совсем Уж Совершенные Потому Что Все Это Были Школьные Такие Но Некоторые Вещи Пушкинский Дом Отвергал Потому Что Не Понимал Что Он Может Писать И Об Орудиях И Олете Артиллерийских Орудий И Некоторые Вещи Которые Для Них То Не По Их Уму Было А Сейчас Будет У меня Новая Книга Которую Я Сейчас Уже Перелистываю Верстаю Проверяю Ошибки В общем Я думаю Что На Будущий Год Она Как раз До Четыреста Будет Ну так Все Так Вот Этот Свиток Рукопись В ней Все Так Что Собрано Тетрадь Вот Это Вопрос Да Это Тетрадь Было Начало Притом Там Он Понял Что То Что В тетради Написано Относится К европейцам Тот Порядок Который Там Был Описан Он Увидел Что У нас Совсем Другой И Только Когда Он Догадался Что Европа Мужского Рода А Мы Женского Рода И Он Тогда Построил Свой Порядок Преобразований У нас Меняется Вначале Духовная Сторона То есть Вначале Настроение Меняется То есть Всякие Восстания Типа Пугачевских Да Потом Мировоззрение Меняется Это Все писатели Художники Композиторы Выражают Вот Классики Все вместе С Пушкиным Выразили Общественное Мировоззрение На этом Мировоззрении Воспитался Ленин И все остальные Коммунисты И он Используя Уже Это Мировоззрение Создал Общественную Экономику Уже Опираясь Не на Марксизм Европейский Потому что У них Совсем Другая Экономика А у нас Народная Экономика У них В то время Еще и Не могло Быть Такой Вот А он Создал Свою Он Даже В 1905 Году По завещанию Самого Пушкина Его Познакомили С этой Специально Поехала Зинаида Макаровна Рыбкина За границу Нашла его Там И несколько Месяцев Ему Преподавала Буквально И он Сразу Порвался С европейцами С марксистами Пересорился Буквально Все И уехал В Россию Все Он с ними Больше не имел Никаких дел И поэтому Сталин В своей работе Основы Социализма Что ли В 1952 Году В 1952 Году Сказал Что я Не марксист Он Ничего Про Ленина Не говорил Потому что И Ленин Не был Марксистом Они оба Знали Кто они Такие Но В окружении 90% Людей Как говорится Паразитов Им приходилось Признавать Что это Маркс Марксизм Потому что Они понимали Что их Могут Просто Заменить Другими И пойдет Совсем Другим Курсом Россия СССР Поэтому Тут Очень Многие Вещи Начинают Открываться Почему Так Все Произошло Вот Когда Мы Пушкина Начинаем Познавать Мы Начинаем Постигать Нашу Историю СССР Россия И все Прочее Там Буквально Можно Посчитать Даже В какой День Кто-то Что-то Совершил Какое Было У него Настроение Какой Был Образ В России В этот День И Кто-то Еще Если Повлиял Увидеть Этого Человека Вот Так Вот Надо Писать Историю Я На Своем Сайте Написал Как Надо Писать Историю На Примере Первых Месяцев Войны Отечественной Как Сталин Поступал Там Все Остальное Все Окружения И Пишу Вот Он Был В таком Стоянии Он Сказал То-то То-то Короче Все Эта История Описана Правильно Кусочек Небольшой Ну Видно Было Почему Сталин Вначале Не Выступал По Радио Почему Он Дал Молот И так Далее Там Все Это Описано То-есть Надо Историю Именно Только Так Писать То-есть Исследовать Там Должна Быть Такая Когорта Людей Буквально Чисто Механических Вот Ему Скажешь Вот Такие Дни Просчитай Дай Мне Образы Тот Дает А потом Историк Начинает Все Это Вставлять И Обрабатывать Понимать Почему Это Все Происходит Вот Я Например Начал Писать Историю Самого Пушкина И У меня Известно Вот Он Написал Какое-то Стихотворение Я Просчитываю От Даты Издания По 64 Недели Назад И У меня Получается Как Пушкинист Написан В течение Пяти Лет Написано Ну Это Смешно Как Это Не знать Ну Хотя бы Ближе Там По Месяцам Каким-то А то Пять лет Вот У меня Получается Три точки Через 64 Недели И Я Смотрю Что Например Две Точки Не Не Подходят По Образу К Стихотворению А Одна Из Подходит Как Раз Я Ее Применяю Говорю Да Вот В Поэтому Уже Около Пятисот Секотворений Я Просчитал Но Надо Еще Три Тысячи Это Надо Уже Большую Жизнь Иметь Ну Да 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 Придет Время И конечно Помощники Помогут Я уже Не успею Так Все Так Как Эта Рукопись Выглядит Если Ее Можно В руках Подержать То В каких Случаях Где И так Далее Что С ней Произошло Где Она Находится Рукопись Так Значит Мы Уходим От Софьяновой Тетради Мы Уходим Это Книга Кожаная Софьяновой Тонкой Кожи Сделана Спряшками Это Одно Это Европейское Учение Которое Пушкин Потом Преобразовал В Что По Нему Буквально Вот Все Рыбкин Потом Изложил В русской Математической Науке По Порядкам Все Как Любая Особь Имеет Пару Равных Противоположностей Вот Что Бо Ты Не Взял Обязательно Есть Пара Противоположностей Казалось Семья Мужчина И Женщина Так И Мужчина И Женщина Сам По Себе Еще Делится Потому Что У Есть Физическая Сторона И Духовная Сторона Физическая Тоже Имеет Пару Противоположностей Это Обмен Веществ Нервно Мышлая Система А Духовная Это Мысли Чувства И Так Далее Там Идет Идет Там Древо Такое Мощное Получается То Все Делится Только Пополам По Парам Не Просто Пополам Потому Что Бывает Так Что Муж Женой Сошлись А Они Не Пара У Них Нет Цельного Семейного Духа Цели Определенной Каждый Сам Своё Какие-то Выгоды Ищет Это Уже Не Пара Поэтому Мы С Европейцами Русские С Европейцами Мы Пара Мы И похожи Чем-то На друг На друг Но У них Мужской Дух Материалистический Захватнический Вот Им Надо Материальное Тогда Им Хорошо А Россия Женского Рода Она Мягкая Духовная Она Больше Стремится К каким-то Взлетам Духовным К Изобретениям К Открытиям А европейцы Вот они Например Вот у них Как они Изобретение Делают И у нас Приучили Тысячи Опытов Делают Абсолютно Как пальцем В небе Тыкают И Потом Наконец Случайно На тысячном На миллионном Эземпляре Вдруг Происходит Открытие А У Пушкина Есть стихотворение Поскольку Нам Открытий Чудных Готовит Просвещение Дух И опыт Сын ошибок Трудных И гений Парадокса Дух И случай Бог изобретатель Он показал Четыре фазы Развития Как происходит Открытие Поэтому Русский человек Это Творческая Личность Это Ну Сказать Что Бог Нет Потому что Бог Он имеет И ту И другую Сторону И физическую И духовную Вот когда Вот это Все совмещается Тогда идет Движение Ну видишь Как получается В начале Все таки Европейцы Создали Физическую Сторону Всякие Благо Показали Что можно Вот с помощью Науки Иметь И так далее Но В России Это все Привозили Все видели Но народ Был угнетенный Он не чувствовал Радость От этих всех Новшеств Которые имели Господа И вот это Повлияло Что у них Изменилось Настроение Потом Мировоззрение И они все таки Восстали И сделали Экономику Которая Делала Все вещи Для них В каждом доме В конечном счете Появились потом Холодильники Пылесосы То есть Все удобства Телефоны Сейчас И так далее Это постепенно Но это не главное Это временное Увлечение Сейчас и молодежь Там все Это компьютеры Это временно Это как игрушка Отстанет И начнет этот Молодой человек Изобретать Питом Изобретать Так что Все Ахнут Вот я сейчас Смотрю Некоторые Которые Сейчас делают Уже Открытие Они Используя Этот принцип Случайно Опять таки Пришли Вот там В микросхемах Применяли Раньше Серебро И золото А Серебру То Противоположно Медь Только Вот я построил Кольцо и матрицу Они равны Противоположны И вдруг Они сделали Открытие Что надо Золото Дорогое Заменить На медь И получился у них Скачок Во первых Ток сразу увеличился Через этот Контакт Вот Они не знали Об этом И сейчас Все теперь Можно делать Такие открытия Которые В общем-то Даже и не думали Что Впереди у нас Очень много Открытий И в атомной Энергетике И вообще Везде Так что Пушкин Неизвестный Именно потому Что Его скрывали От нас Потому что Не дай бог Чтобы мы узнали Про эту науку А эту науку Я начал применять И в физике И в химии И в биологии И в медицине И в музыке Даже вот музыку Мы настраиваем Инструмент Неправильно Или например Говорят что Телефоны Очень опасны Там нельзя Их там Долго говорить Как говорится Бог Видимо Решил Сразу Что раз Будет у нас Такая Техника То Каким-то образом Они стали Частоту Применять Которая Как раз Соответствует Этой ноте Ля 446 Герц То есть Кратно Этому То есть Уменьшено Во много раз В порядках Но получается Что телефоны Даже один телефон В два раза Больше Частота А другой Как бы Базовая Такая Но они Кратны Равны Друг другу Получается То есть Вот эта наука Позволяет Убирать Всякие Ненужные Так сказать Споры Сразу Сказал Нет ребят Это так Поэтому Надо следовать Этому Вот И все остальное Что будет строиться Обязательно Будет строиться По этой науке То есть Не надо Копаться Не надо Что-то Опыты делать Вот Должно Быть Так Давайте Сделаем Так Все Попробовали Слушай А как Хорошо То есть Такая Получается Наука Золотого Сечения Где Все Описано Вот Если Будешь Следовать Этому То Все Будет Получаться Не надо Тыркаться Как Слепому Котеку И Золотое Сечение Тоже Имеет Свою Роль Но Здесь Пара Равных Противоположных Самое Главное Это Ну Так Все Так Возвращаясь К рукописи Если Эта Рукопись Существует Во-первых Почему О ней Все Молчат Даже Те Кто Себя Называет Рьяным Пушкинистом И Почему Эта Рукопись До сих пор Не вошла В обиход Людей Как Основу Жизни Где Ее Вообще Можно Увидеть Эту Рукопись Значит Так Рукопись Она Хранилась Вначале В Семьях Хранителей Кутейниковых Так Когда Пришла Советская Власть Там Начались Уже Такие Моменты Когда Надо было Все время Прятать Ее Рукопись Потому что Могли Просто Сжечь Ее Но Я не буду Говорить Подробно У них Нашлось Средства Чтобы Не трогали Но Все равно Потом Пришло Время Когда Надо было Ее Спрятать И Рыбкину Пришлось Просто Положить Ее В банк В Москве Поехать Туда И Она До сих Пор Иногда Он у себя Имел Один Два Листка Этой Рукописи А Когда Надо было Пушкинском Доме Показать Он Вообще Десять Листов Оттуда Взял И Показал И И Следовали Говорят Да Это Рука Пушкина То есть На Старо Французском Зашифровано Они Не могли Прочесть Они Видимо Хотели Даже Прочесть Перевести Потому что Они Больше Недели Держали Что Там Сосканировать Или Как-то Сфотографировать В то время Вот Это Было 60-е Годы Вот Они Признали А потом Полное Молчание Он Уже Писал И туда И сюда Ну Как же Так Ведь Пушкинский Дом Признал А те Молчат Тоже Ничего Не Говорят То есть Сразу Закрылись И Никакой Рукописи Вроде Б Нет И Он Как Сумасшедший Пишет А Ему Да Ты Чего Откуда Ты Взял Это Все А Как Он Может Показать Во-первых Она Зашифрованная Кому Бо Он Ее Не Дал Никто Все Рано Без Него Ничего Не Сделает У Него Значит Была Перед Ним Был Перевод Этой Рукописи По Этому Коду Потом Некоторые Вопросы Вне Возникли Думает Как Некоторые Слова Надо Бы Заменить И Он Сам Нанял Человека Который Переводил По Одному Листу Который Он Подготавливал Уже Убирая Все Шифры Чтобы Она Шла Гладко Перевел Видел Что Небольшие Неточности Были Но Они Не Влияли На Перевод У него Был Этот Перевод Почему Он Не Давал Нам Не Печатал Нигде Я Не Знаю Это Какая-то Загадка Потому Что Так Она Нужна Нам Но Он Хитро Сделал Он Написал Русскую Математическую Науку И Там В принципе Это Все Изложено Ведь Если Я Не Изучил Его Работу Он Мне Дал Свои Машинописные Листы Я Сосканировал И Читал Я Раз Пятьдесят Листов Читал Одно И то Ж Место Потому Что Не Сразу Входит Настолько Необычные Эти Связи Понятия Что Мне Приходилось Конечно Туговато С этим Делом Читаешь Читаешь Ну Непонятно Ничего Непонятно Вот Когда Еще Он Был Жив Я Тогда Приезжал К нему Говорю Здесь Что-то Не Так Ему Тяжело Было В то Время 91 92 Год Он Плохо Говорил Уже После Инсульта Не Хотелось Его Тревожить Вы Мне Дайте Что-нибудь Что У вас Напечали Он Мне Дает Эту Русскую Математическую Науку Я Как Начал Читать Вот Это Да А Потом Сразу Товарищ Зашел К нему Один Его Ученик Молодой И Он Говорит Приходи К нам В клуб Пушкинский Который Рыбкин Создал Я Начал Туда Приезжать А У Рыбкина В это Время Начались Приступы И Он Тем более Этот Ученик Его Уже Давно Лет Десять Как Говорит Приходил К нему Изучил Все И Поэтому Было Не проще С ним Разговаривать Вот И Тем более У меня Была Вот Эта Книга Рыбкина Которую На машинке Напечатал Потом Когда Он Уже Умер Мы Издали Эти Работы И На моем Сайте Они Есть Их Можно Скачать Бесплатно Пожалуйста То есть Практически Изложение Этой Рукописи Потому Что Напечатают Даже Один Лис Ну Да Конечно Интересно Там На Старофранцузском И Никто Естественно Не Сможет Прочесть Потому Что Там Помимо Французского Языка Там Есть И Английский Немецкий То есть Он Хитро Так Все Делал Что Не Поймешь На Каком Ж Языке Все Написано Вот Поэтому Здесь Слов Ну Специально В общем Это делали Шифровался Да Хорошо С рукописью Более-менее Что-то Понятно Теперь Наверное Надо Рассмотреть Еще Одну Жизненную Такую Особенность Пушкина Это Вот Разговоры О том Являлся Ли он Царских Кровей Являлся Ли он Каким-то Посланником Потому Что В официальной Истории Есть Упоминание О ссылках Но Если Он Был Каких-то Царских Кровей И Посланником Царского Были бы Какие-то Может быть Командировки Послания И так далее Может быть Вот этого Коснемся Ну Можно Будет Конечно Но Дело В том Что Когда Он После Лицея Поступил В тайную Коллегию Иностранных Дел А Все Лицеисты Готовились Именно Для этого Учреждения То Там Было Два Пара Противоположностей Одни Разведкой Занимались В стране Контр Разведчики А Другие Посылались Послами За границу И были Разведчиками Ну Пушкина Посчитали Что надо Оставить В России То есть Сейчас Надо уточнить Лицея Это не просто Какая-то Образовательная Структура Для каких-то Детей А это Специализированное Не Детское А именно Специализированное Учреждение Да Хотели Учить Даже Детей Царя Но потом Почему-то Решили Что не стоит Так За Панибрата Быть И все Хотя Уже Предназначалось Что там Одного Сына старшего Он должен Там быть Но Все-таки Решили Что не будет Так Ну Все-таки Действительно Там Другие Нравы Там же Они Шутили И иногда И пили вино Там Предложили Ну В общем Короче говоря Молодость В принципе Она бы И захватила И царских Детей В общем Не царское Воспитание Да Но У Пушкина Это ведь Царские Крови Притом Самые Древнейшие Вот Когда Вышла Новая книга В 2009 Году Яхонтова Летопись Славяна Русов От сотворения Мира До Рюрика И там Оказалось Что Начиная От Адама Сифа Идут Последовательно Царь За царем Нигде 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 Перерывов Раз Со временем Адама Ева Там Ноя Это Ноя Это Сын Сифа Кстати Вернее Потомок Его В восьмом Колене То есть Он Написал Эту историю Библию Начал Писать А потом Другие Ученые Такие Как и Он Продолжали И вот Он Между Пушкиным И Сифом Ровно 10 кругов По 628 Лет То есть Он Абсолютно Такую же Роль Играл Как Пушкин То есть Он Был Пророк Он Знал Науку И Поэтому Он Все Это Писал Но Не Сохранились Ник Потому Что Одно То Что Уже После Него Там Восьмом Колене Был Поток Куда Они Могли Деться Конечно Они Пропали А Наука Осталась Голова То Работала Значит Все Это Дело Восполнилось Они В то Время Жили И По 1800 И По 900 Лет В то Время Тогда У них Было Такое Поэтому Наука Уже Была Притом И До Него Конечно Была Он Женит А Просто На Голом Месте Друг Начал Изобретать Были Люди Которые Оставляли Какие-то Рукописи Вот А Когда Я Построил Кольцевую Матрицу Химических Веществ То Казалось Что И Ученые Кстати Это Сопадает С мнением Ученых Что Земля Существует Где-то 4 Миллиарда Лет Ну По Моим Расчетам Получилось 3,9 Десятых Миллиарда Лет То Это Практически Одинаково Вот Потому Что Каждые 8 Химических Элементов Приходилось На Одну Из Фаз Развития Земли 4 Фазы Вначале Каменная Структура И почва Развивалась Потом Растительная На этой Почве Потом Когда Пища Это Уже Развилась До Питательной Питательности Большой Появились Животные Которые Могли Питаться Этими Растениями А Когда Уже Пища Была И Животное Растительное Тогда Появился Человек Вот По 8 Химических Элементов Исчезало Когда Только Заканчивалась Одна Фаза И Вот Сейчас 83 24 Элемента Исчезли А их Ученые Пытаются При высоких Давлениях Температурах Создавать На доли Секунды Говорят Вот Открыли Новый Элемент Да Это Старый Элемент Который Никогда Не Может Существовать Потому что У нас Таких Условий Жизни Уже Нет А Когда Была Земля Получилась Очень Хорошая Такая Система И Вот Этот Элемент Я забыл Плутоний Кажется Который Так В самом Начале Развития Человечества Его Осталось 0,060% Всего То есть Ну Может Быть Сейчас Нам 150 Миллионов Лет Может Там 160 Это Полная Так Круг Вот 160 А А сейчас Похоже Ну 150 Потому что Раз Эти элементы Еще Существуют Применяют Их в атомных Бомбах Значит Они Еще Их Достаточно Много Но Вполне Может Быть Там Сколько То Еще Миллионов Лет Пройдет И оно Исчезнет Но Надо Знать Теперь Как Развивалась Земля Теперь Уже Есть Система На Моем Сайте Это Все Описано Даны Эти Кольцевые Матрицы Все Видно И сразу Эти Как раз Волновые Процессы Между Элементами То есть Это Закономерность У Менделеева Была По Атомным Весам И то Не было Тогда Электронных Оболочек Когда Бор создал Электронные Оболочки То Для меня Это Было Прямо Как Открытие Сразу Их Построил Легко Вот Эти Круги Концентрические Наружный Круг 64 Потом Там 32 Потом Что-то Было Еще Поменьше Ну и Короче Донля Сейчас Какой-то Говорят Еще Новый Элемент Открыли Который Самый Начальный Не Водород А еще Что-то Там Ньютоний Что-ли Там Ну Это Тоже Можно Будет Посмотреть Как Он Закономеренный Или Нет Или Это Тоже Может Какая-то Утка Но Это Надо Проверять Просто Не Хватает Времени На Все Это Но Все-таки Возвращаемся Как Образовывался Пушкин Для чего Его Готовили И Вот По ссылкам Все-таки Интересно Потому что Ссылки Ну Как-то Банально Звучит Чем-то Провинился Куда-то Его Засунули И вот Там Отсиживался На мой взгляд Это Не все Так Просто Конечно Нет Совершенно Не Так Значит Воскольку Его Подготовили Очень Удачным Разведчикам Его Оставили Конечно В России Потому что Приезжало Очень много Иностранцев На разных Языках Говорили А он Три языка Знал Плюс Еще Латынь Знал То есть Даже Какие-нибудь Записки Кто-то Пишет На латыни Специально Чтобы Скрыть Он Жен Не живой Язык Был А такой Письменный Чисто Вот И Он За Свою Жизнь В конечном Счете Знал 14 Языков Мира И 10 Славянских Потому что Славянские Языки Отличаются Иногда Настолько Что Не все Понятно Сразу А он Как раз 10 Языков Изучил И Когда Смотрел Там Сербский Какие-нибудь Там Писал Тогда Песни Вот Или Слово Полку Игореву Он Легко Уже Мог Перевести Все Просто У него Уже Времени Не Хватил Он Только Показал Что Надо Знать Все Языки Только Тогда Переводить А то Некоторые Знают Какой-то Старорусский И думают Все Ему Понятно А там Некоторые Вещи Которые Он Открывал Короче Говоря Он Трудился Достойно И Когда Надо Было На Юге Определить Какие Заговорщики Против Царя Которые Хотят Его Убить Потому что Слухи Такие Шли А Было Северное Общество Южное Общество Северное Общество Они Сами Там Занялись Нашли Кому Заниматься А Лучше Пушкина Который Мог Войти В душу Любого Человека Втереться Доверие Никого Не Было И Он Поезжай Тем Более Там Очень Много Офицеров Которые Были У Тебя В Лицее И Ты С Ты Все И Он Поехал Туда Ему Выделили На Дорогу Тысячу Рублей В То В 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 И Общаясь Ними Находить Общий Язык Что Кто Чем Дышит Он Легко Развязывал Язык Любому Тем Более Притворялся Иногда Что Он Выпил Много А Потом Воспоминания Уже Были Говорят Да Он Только Дурачился Вроде Как Выпил Шатается А Потом Смотришь Он Совершенно Трезвый То Как Разведчик Работал При Своих Он Мог Конечно Раскрыться Так А Так Он Когда Появлялись Там Иностранцы Он Тут Ж Брал Себя В руки И Дело Своё Дело Так Он Определил Что Среди Этих Заговорщиков Он Был На Собраниях И Они Пытались Как Уйти От Того Что Это Шутка Как Это И Пушкин Даже Якобы Расстроился Что Он Надеялся Что Тоже Примет В Так Что Если Он Их Предаст Как Друг Который Был Он Решил Уйти От Этого Он Написал Письмо Своему Другу Не Помню Кажется Вяземскому Что Он Тут Встретился С Одним Атеистом Англичанином И Он Его Убедил Что Бога Нет А Это Как Все Что Скаж Что Коммунизм Коммунизма Не Может Быть Да У У Коммунистов Предположим Бога Нет И Все И Сразу Почту Там Все Проверяли Конечно В то Время Тем Более Такой Человек Который На Работе Серьезный Был Вот Когда Увидели Что Он Друг Бога Перестал Верить Значит Его Просто Уволили А Куда Деваться У Нее Меня Михайлов Ссылка Это Или Как Говорят Ссылку Сослали Да Как Ссылку Когда Ему Некуда Было Деваться Петербург Ехать Ему Просто Действительно Было Нельзя Потому Что Там Родители Тоже Имели Дом Но Там Они Не Могли Только В деревню Вот Он Поехал В деревню И Там Занялся Делом Начал Писать Бориса Годунова Потому Что Это Одна Из Революций Только До Общественного Строя Потому Что При Годунова Менялась Экономика Сообщественного На Частное Вот Тогда Когда Он Закрепостил С помощью Отмены Юрьева Дня В общем То Весь Народ Потом Стал При частном Строю Закабаленным Вот Потом Еще Петр Первый Добавил Правление То Он Описал Все Как Раз Эпохи Которые Начинались Через 78 С Все Тогда Замыслил Знал Что Надо Это Все Людям Показать Как И Что Это Происходит На Моем Сайте Я Показал Все Четыре Преобразования Кто Что Там Делал Это Тоже Интересно Знать Что Ничего Случайного Нет Раньше Думали Там Что То Произошло Нет Пока Одна Ступень Не Закончена Следующая Не Может Начаться Она Может Колебать Людей На Преждевременные Выступления Но Это Естественно И Мы Тоже Иногда Думаем Вот Надо Бы Сейчас Там Пойти Что То Сделать А Тебя Дома Что То Задерживает Ты Не Можешь Еще Сделать День Два Три Потом В конце Концов Выбираешься И то Опять Иногда Приходишь До Рана То Это Закономерно Сейчас Если Так Разбираться По Предсказаниям Пушкина По Пророчествам Пушкина Какая У нас Тенденция Куда Мы Движемся Какой Строй И Что Нас Ждет Так Значит В 1920 Году Европейцы Перестали Быть Ведущими В мире Они 628 Лет С 1292 Года Были Ведущими Потому Они Развились Максимально Как только Могли Как Народ И Сколько Было Мыслителей Писателей Композиторов Ну Всех Мы Знаем Умена Прямо Всех На слуху Только Они Только Они И Пушкин О них Много Писал А с 1920 Года Экономика Начала Меняться На Общественную Почему Мы Сразу Как бы Вошли В Социализм Да Потому Что Настроение Мировоззрения 157 Лет Уже Подготовили Это Третью Фазу То Как только За половину Переваливает Четвертое Уже Три Четверти Общественная Это Уже Сразу Наступает Общественный Строй А Вот До 1998 Года У нас Экономика Должна Была Быть Общественная А С 1998 Года По 2077 Должно Быть Правление Общественное То По типу Казачьего Самоуправления Десяцкие Сотенные Тысяческие И так Далее И до Главы Государства Ну Как Атаман Только Атаман Всего Всей Руси Как И Теперь Почему же У нас Все-таки Не получилось Якобы Это полное Построение Социализма Экономика Вдруг Это Рухнуло Все Так вот Оказывается Происходят Такие Моменты В жизни Которые Описаны Вот В индийской Манаде Например Там Две капли Черная И белая Да И на Каждый Из них Противоположный Цвет На черной Белая А на белой Черная Капля Вот Будем Так Считать Что Белая Это Социализм А черная Это Капитализм Так вот Если Мы В центре Ставим Радиус И начинаем Радиус Поворачивать По кругу Вначале Идет все Хорошо Вроде Белая 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 Вдруг Вдруг Раз И попадает На эту Черную Точку Пересекает Вот Это И есть Перестройка Это И есть Как бы Возврат К частному Строю Хотя Нормально Должно Быть Все Общественный Строй И Ученые Древние Зная Такое Дело Они Решили Это Написать Откровение Иоанна Богослова Ведь Апокалипсис Это Греческое Слово Переводится На русский Откровение То есть Апокалипсические События Это Не значит Откровенческие События Мы Считаем Что-то Что-то Плохое Произошло На самом деле Это Просто Откровение Когда Люди Знают Что Это Такое Проставляют Там Даты Находят Людей Которые Туда Все Дела Делали И Оказывается Каждый Человечек Выходил На Свой План И Действовал В Свой Определенный Момент Под Своим Образом Вот Там Описываются И Горбачев И Ельцин И Этот Ходорковский Чубайс Все Они Определенные Имеют Образы Вот Ходорковский Я Удивился Там Есть Зверь Число 666 Я думаю Почему же Это Кто Это Такой Я думал Что Горбачев А Его Там Нет В Это В Клубы Где Молодежь Собиралась Танцевала Там Играла Пела И Они На этом Деньги Зарабатывали Он Именно Там Первые Капиталы Скопил Именно Там Так Там Написано Что Это Зверь 666 Других Там Людей Ну Ну Нет Таких Вот Чтобы Они Как-то Могли Как Зверь Выглядеть Это Мы Сейчас Знаем Что Он Поступал Как Эгоист Который Только Рвал Для Себя А Тогда Когда Он Был Он Не Был Похож Руди Как На Него Первые Шаги Делал Но Шаги Делал Уже Капиталистически Будем Так Говорит Частные Вот А У него День Рождения В Дне Месяца И В Годе И Имеется Число 6 26 6 1963 То Есть Три Шестерки Оно И Есть Как Это Получилось Само Собой Потому Что Я Даже Не Думал Что Это Будет Ходорковский Я Даже Вначале Пропустил Его Хотя Там Он И Висел У Меня А Потом Начал Смотреть Всех Думал Подожди А Если День Рождения Подставил Всем Только У него Это Так Поэтому Я Понял Что Это Видимо Так Горбачев Появляется А Там Написано Вышел Из Моря Зверь Семью Головами Десятью Рогами И Голова Была Как Бы Сраной Которая Уже Зажила Ну Это Образ Такой Явный Что Голова С А потому Что Было Семь Руководителей Партии Ленин Сталин Хрущев Брежнев Андропов Черненко Горбачев Седьмой Больше Уже Не было Коммунистов Потому Когда Выходит Уже Ельцин Там Написано Вышел Тоже Зверь Из Числа Семи Написано Но Не С Ними И Пойдет В Погибель Восьмой То есть Сразу Видно Что Он После Горбачева Восьмой А Почему Не С Ними Потому Что Горбачев Был В СССР А Этот Отделился Россия Стала Отдельно Ну И Остальные Там Все Эти Деятели Они Очень Видны Сразу Притом Там Есть И Положительные Отрицательные Вот Рыбкин Например Там Везде Где он Обращается В ЦК Там Пушкинский Дом Пишет Там Сразу Видно Что За Человек Он И Когда Он Умер Так Там Прямо Написано Что Ну Сейчас Я Точно Не Могу Сказать Ну Где То Так Что Ангел На Белом Коне Поднялся На Небо А За Ним Взмыли Так Все Его Воинство Ну Как Его Ученики Вот То Есть Все Именно Так И Кончается Удивительно Ведь Я же Проставил Начал Проставлять От Даты Духсотлетия Пушкина Это Почти В самом Конце Откровения Иоанна Есть Такая Фраза Я Есть Альфа И Омега Первый И Последний Начало И Конец То Есть Образ Абсолютно Одинаковый Начало И Конец То Есть По Кругу Ты начинаешь И приходишь Опять То есть Как бы Три Круга Таких Одинаковых Так вот Когда я Русланом Людмилой Занимался Я совершенно Для интереса Взял Построил Круг Расположил Расположил Шестнадцать Стихов Притом Можно Было В любом Месте Это Оказывается Сделать Вот Я Построил Смотрю У меня Зеркальное Отображение Первый Последний Потом Второй Предпоследний И так До самой Середины Зеркало Идет Месяц Походил Потом Подожди А вот Если Вот Взять Пересечь Этот круг Не вертикально А горизонтально Смотрю У меня Идет Зеркало Точно Прямо Удивительно И Может Быть Даже Вечером Я Уже Думал Подожди А еще Есть Третье Как бы Измерение Диметральное Противоположное Они Противоположны Друг Другую Я Посмотрю У меня И третьим То есть Получилось Вот Это Как раз Альфа Омега Я Сразу Раз Главное Что До Этого Пушкина Не Особенно О нем Говорили А в Духсотлетие Там Сколько Книг Это Конечно Это И Тем Более Я Уже Знал Что Это Такое Что Нас Ждет В Ближайшее Время По Присказаниям По Пророчествам Значит Во Первых Так В 2000 Году Заканчивается Вот Это Произведение Апокалипсис Так И Написано Благодать С вами Во Веки Веков Аминь То Пришел Путин Январь 2000 То 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 Он До Февраля Этот Стих Идет С 3 Января По 29 Или По 30 Как Раз Января И Он Стал И Готовился К Выборам Президента То 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 Уже С Этого Мета Благодать То То Не Надо Гадать Теперь Кто Там Будет Может Место Путина Лучше Это Тот Человек Который Пришел Именно Убрать Все Неприятные Моменты Которые У нас Было За Время Перестройки И Поставить На Правильные Рельсы Сколько Бог Даст Это Уже Не Важно Главное Что У него Наверняка Несколько Уже Людей Которые Работают В этом же Плане И Он Видит Что Это Самые Верные Люди Он Не Откроет Их Никогда Нам Появляются На Виду Те Которые Можны Показывать А А те Которые После Него Будут Явно Сейчас Они Закрыты От нас Совсем Они Выскочат Как Совсем Непонятно Каким Образом Но Человек Который Работал В КГБ Он Так Просто Не Открывается Никому Понятно Что Предсказание Пушкина Четко Указывает На То Что Произошло Сейчас Сейчас У нас Этот Самый Заря Пленительного Счастья Который Он Говорил Товарищ Взяли Испоганили Там Много Слов Поменяли А на самом деле Так Звучит Товарищ Верев Зайдет Она Заря Пленительного Счастья Россия Вспрянет Ото сна И на Обломках Самовластия Напишет Заря Напишет Наши имена Не напишут Как они Пушкинист Написали А именно Сама Природа Сама Заря Напишет А светит Своими Лучами Так Этих Людей Правильно Которые Поднимают Россию И Россия На 628 лет Ведущая В мире Уже С 20 Года То есть Мы Пройдя Испытание Которое Нас Укрепило Навела На правильный Путь И теперь Мы знаем Что нам Не надо Слушать Никого Никаких Частных Строев Не будет Будет Общинный Строй На 314 Лет То есть Пол Срока Общественное На основании Вот этой Кольцевой Науки Мы Поднимем Свою Промышленность Нравственность То есть Будем все Строить По этим Законам То есть Возвращаемся К нашим Корням Получается Полностью И самое Интересное Что уже Я потом Сам К этому Пришел Идет Движение По Восьмерке Четыре Расы Идут По Восьмерке То есть Например Мы идем По часовой Стрелке Идет Например Белая Раса Желтая Раса Черная Красная Потом Идет Снова Красная В зеркальном Году Был такой Историк Державин Который Написал О 40 Тысячах Лет Славянского Народа На территории Всей Азии Доказательства Там все Он пишет Я удивился Но как только Сталин умер Все эти книжки Из библиотек Исчезли Так что Он Как бы И мне дал Толчок Этим самым Что вот мы Сейчас 628 лет Будем ведущими При Славянском Народе Ведущим А народ Русский Стоит из пары Равных Славянские Тюркские Народы Славяне Духовные Тюркские Народы Материалисты Так вот Мы вначале Духовность Создадим 627 лет А потом Будет материальное Благо Приходить Но это В конце концов Приведет К разложению Потому что Когда слишком Много Благ идет 600 лет Идет Идет Народ Разлагается И становится Слабым Только вот сейчас 627 лет Вот эти Духовные Подъемы Будут у нас И это Будет Самое Большое Счастье То есть Так называемый Золотой Век Не только Для нас А раз Мы ведущие В мире Не устраиваем Войн Никого Не завоевываем Не крадем Ничего Никого Не обманываем То всем Народом Станет хорошо Для всего мира Понятно Так Еще один Такой аспект Немаловажный Это Разговоры о том Что Пушкин Имеет Негритянскую кровь Вот об этом Тоже можно Немножко поговорить Конечно Ну дело в том Что Пушкин Хитрец Конечно Он На Домике В Коломне Там тоже Показано было Что Мужчина Переоделся Женщину И Кухаркой Там был Так вот Пушкин Для всех Переоделся В поэта А на самом На деле Был пророком И Почему Ведь он же Русский Пророк Считается Если бы он Хоть капля была Негритянской Крови Доверие Даже Исчезло К нему Сразу Вот там Вот эта Червоточинка Такая На самом Деле Имеется Отличные Воспоминания Тех Лет Вот И Работы Есть Большие Уже По этому Вопросу Бабушка Пушкина Вышла Замуж За А ее Отдали За Араба Ганнибала Да Но Ну Посуди Русская Женщина Привыкшая К Белым Людям И вдруг Замужем За таким Она может Один раз Его Такую Увидела Разорала И убежала От него То есть Она больше К нему Никогда Не пошла А Жить Все равно Приходилось Она же Обвенчана Все Как положено А Рядом В имении Было Значит Раджа Индийский Приехал Со своим Сыном Из Индии Его В дворянство Здесь у нас Посвятили А молодой Человек По возрасту Был С этой Бабушкой Близок Вот И С ней Сошелся И она От него Родила Девочку Будущую Мать Пушкина То есть Индийская Раса Та же Как и Русская Белая Ну из Высшей Касты Скажем Так Белые Там Белые Потому что Они На солнце Очень много Там Южная На юге Они Ну когда Мы Летом Загораем Мы тоже Приезжаем Себя на север Загорелые Такие Как Индийцы А у них Постоянно Это солнце Поэтому У бабушки Были Только Ладошки Желтые У Матери Пушкина Вот А так Она Была Белокурая Голубоглазая И Белотелая У ней Родились Дочка И два Сына Белокурая Голубоглазая Белотелая Есть Ладанка Которую Мать Носила На груди У себя Ее Художник Нарисовал Само Пушкина И там Он Показан Ну Такие Вот Песочного Светного Волосики И потом Не такие уж Там Кудряшки Они Прилизанные Даже У него Волосы В детстве Потом Они Развились Уже Кудри Появились И то Они Не такие Мелкие Как у Негров А Очень Крупная Плойка Оказывается Вот этот Визапур Который Молодой Человек Полюбил Ее Отец Был Цыганского Племени Вот Почему Он На цыганах Много Писал Ведь он Бабка Ему Все Наверняка Сколько Он Не сидел Там В корзине И потом Когда Там Вязала Что-то Рассказывала Потихоньку А когда Он Уже Созрел Она Ему Рассказала Что Бабушка То есть Мать Ее Родила Ее От Индийского Раджи Цыганского Племени И вот Поэтому Он Написал И поэму О цыганах И В стихотворении О цыганах Он пишет Завтра С первыми Лучами Ваш Исчезнет Жизни След Вы Уйдете Но За вами Не пойдет Уж Ваш Поэт Ваш Поэт Он Так Сказал То есть Ваш Цыганский Поэт И он Даже Две Недели Жил С цыганкой В одной Палатке Когда Он Был На юге Так Назоваемые Ссылки Когда Ему Зарплату Платили За Службу Вот Какая Там Ссылка Никакой Не Было Ссылки Даже Потом Его Просто Уволили За то Что Он Был Атеистом Но Он Сделал Специальность Чтобы Не Выдать Своих Друзей Вот И все Понятно Вот так Слушаю Вас В голову Приходит Айда Пушкин Айда Сукин Сын Айда Сукин Сын Он Именно Так Поступал Не мог Он Открыться Что ты Ну что Сегодняшнюю Передачу Мы уже Будем Заканчивать Очень Интересная Получилась Очень Интересный Вброс У нас Получился В умы Наших Радиослушателей Вброс Настраивает На то Что Друзья Мои Изучайте Своё Прошлое Копайтесь В материалах Не все Так Однозначно В нашей Жизни Как это Может Показаться На первый Взгляд Не все Так Однозначно Как нам Это Преподносят Тут Оказываются Такие Интересные Развороты Судьбы Появляются В нашей Жизни И В общем То Пушкин Как Получается Наше Все Не только С точки Зрения Писания Стихов И Литературы А наше Все Тут еще И более Глубокое Ну что ж Валерий Михайлович У нас Есть такая Традиция Когда В заключении Программы Говорящий Желает Тем Кто Его Слушает Что-то Доброе Хорошее Вечное Вот сейчас Есть такая Возможность Исходя Из темы Неизвестный Пушкин Пожелать Нашим Радиослушателям Что-то Доброе Вечное Вот я хочу Сказать так Что сейчас Очень многие Бросились В религию Вот я хочу Сказать Что это Конечно Ложное Течение Которое Увлекли Специально Эти люди Которые Спытались Нас Свернуть Но надо Знать Что Пушкин Выполняет Роль Того Христа Спасителя И нам Специально Оставил Даже на Те Грядущие Времена Когда Появится Снова Религия Чтоб у них Была Молитва Отче наш Так же Как мы Знали По-славянски Отче наш Весина Небесих И он Написал В стихах Молитву Пушкина Так вот Я хочу Сказать Что Эта Молитва Помогает Любому Человеку Даже Неверующему Слиться Со Вселенной И Стать Единой Частью Этой Вселенной Просто Неверующий Человек А просто Знающий Что Ты Частица Единая Неделимая Любую из нас Единись Вырви И это будет уже Как это больно Всем Так вот Эту молитву А сейчас Прочту Отец От лукавого Прельщения Избави Нас И Пожалей Всем Желаю Добра И знаний Хорошо Благодарю За столь Интересную Беседу Напоминаю Что Сегодня Мы Общались С Валерием Михайловичем Лобовым Тема У нас Была Неизвестный Пушкин Я думаю Что Благодаря Этой Теме Пушкин Для многих Мне так Хочется Станет Более Известным И Вы Поймете Что Все-таки Пушкин Это Более Интересно Чем Вы До Этого Думали Мне Остается Только Попрощаться Пожелать Всего Самого Доброго Изучайте Свое Прошлое Потому Что Человек Не знающий Свое Прошлое Уподобляется Дереву Не имеющих Корней Вроде Ветки Есть А Жизнь Нарушается Желаем Всего Самого Доброго До Диарус